Добрый день! Сегодня у нас сразу три головоломки, но они все маленькие. Это брелочки от компании ЧАИ. Два из них вышли недавно. Это пирамидка и Эви Куб. И этот уже достаточно старый брелок, кубик 3х3. Ну, я про него видео не снимал. Каким-то образом он ко мне попадал, помнится. Поэтому решил вопрос сюда добавить. Поскольку все-таки производитель один и форм-фактор тоже. По коробочкам можно сразу отметить, что здесь видно старый дизайн. Здесь более свежий. Причем если с этой стороны все вроде бы похоже, то с обратной мы видим. Здесь ЧАИ, то есть Мафанги, а здесь просто иероглифы. И номер товара здесь QY3036, а здесь MFG. 20-24. Возможно это что-то значит, не знаю. Но хоть и внешне все и похоже, а у них как-то там все это между собой распределяется. Давайте открывать. Начнем с Эви. Если потянуть за колечко, можно достать. Инструкции нет. Есть пластиковая такая вещь. Дальше пирамидка. Здесь колечко почему-то внутри. Аккуратно. Ну и трешка. Ее кто-то неаккуратно уже пытался открыть. Наверное я. Усвоем. Трешка. Вот они. Три красавца. Если вспомнить какие еще брелоки были когда-то у меня на видео. Это вот двухсантиметровый кубик от Amoyo. И вот этот неизвестный производитель брелок Кубовит 1х1х4. Вот они. Других нет. И есть вот еще гановский брелок. Но покупать наверное нет. Ни к чему. Эти просто за компанию как-то пришли. Вообще с подарок. А эти просто с большим заказом себе добавил. Мы их соответственно сравним с полноценными собратьями. Для этого у нас есть пирамидка. Трешка. Иви. И давайте разложим их вот так. Что мы видим? Мы видим что Иви Куб. Хоть похоже что он с наклейками. На самом деле это все пластик. Пластиковые вставки. Трешка. Закругленная. По-моему 30 миллиметров величиной. Но Иви Куб 35. Пирамидка 33. Ребро. По крайней мере так написано. Если мы приложим. То мы видим что наверное трешка тоже 35 была. Не 30, а 35. Здесь можно цепочку снять. Для того чтобы удобно собирать. Причем на трешке. Здесь дополнительная деталька. На пирамидке. На пирамидке тоже. А в Иви решили не заворачиваться. Просто проделали отверстие. В самом элементе. Как известно. Если какая-то деталь. Угол ребра. Отличается от других на головоломке. То использовать на ВЦА такую головоломку нельзя. Поэтому даже если с этого кубика снять цепочку. Из-за того что здесь остается вот это вот колечко. На ВЦА использовать нельзя. И размер здесь даже не самый важный параметр. Если сравнить карабины старой и новой. То новой мне кажется поудобнее. Здесь можно просунуть палец. И прицепить там куда-то к резаку или к ключам. И вот это колечко как-то побольше. И удобнее его снимать. А здесь же маленькое колечко было. Совсем маленькое. Не потратил. Не пришлось потратить больше времени. Чтобы отстегнуть от кубика. Ну и здесь вот такое. Неважная информация. Но вдруг кому-то было интересно. На пирамидке и на ИВИ. Вот такие вот цепочки. На трешке. Вот такая. Для сравнения у нас. Давайте начнем наверное с ИВИ. Вот так они выглядят. Полноценной и уменьшенной версия. Камандные для ключей. Как ни назови. Давайте перемешаем и то и другое. Попробуем собрать. А я хоть вспомню как ИВИ собирается. Да. Здесь также есть два логотипа. Точно такие же как на полной версии. И они напечатанные. То есть отклеить не получится. Ну так же как и на версии ИВИ из цветного пластика. Не смазывал. Ну вращается вполне себе. Все вращать можно. Да и в качестве головоломки для дополнительной дисциплины. ИВИ куб тоже это использовать не получится. Из-за этого отверстия. Так. Ну если мы собираем большой. К примеру. Как-то так. То и маленький. Он примерно. Так. Маленький я как-то это плохо перемешал. Нам было скрам был достать. Давайте еще разок. К примеру так. Ну или я хорошо просчитал. Что. Наверное все же нет. Делаем много лишних движений. Получает ту же ситуацию в конце. Так. Вот такой вот ИВИ. Вполне функциональный. То есть вращается вполне достойно. Для уменьшенной версии головоломки. Да в принципе и для большой. То есть карманный вариант. Хороший. Дальше. Трешка. Если у ИВИ отверстие в элементе. То трешка вот это вот. Колечко. Оно. Ну. При сборке наверное будет мешаться. У нас здесь. Для сравнения. Головоломки из MS серии. Причем они у меня тут уже есть все. Сейчас находятся на тестировании. И скорее всего следующее видео будет уже про кого-то из них. Скорее всего про трешку. Поэтому. С трешки начнем. На ней уже. Вот я там. Больше шестисотен сборок сделал. Так. Ну. Конечно маленький. Округлый. Не магнитный. Не настроенный. И неудобный. Допустим перемешался. Обычную трешку. Соберем. Не самая лучшая трешка. Но. Собирать можно. По большой версии естественно. Так. И на маленький экземпляр. Конечно придется потратить гораздо больше времени. Синий-красный. Но зато. Из-за того что мы медленно собираем. Можно успеть сделать экскросс. Кто-то даже. Вот таким вот маленьким кубиком. Которым как по мне совсем неудобно собирать. Мог делать результаты секунд двадцать. На этом наверное можно и лучше. Но я пытаться не буду. Не маленькие руки. И купил я эти изделия только. Ну ради детей. Своих. Которые возможно порадуются. И поиграются. Даже. То что размер такой маленький. Какие-то фингер триксы на быстрых алгоритмах. Использовать неудобно. Поэтому уж как-нибудь. Выпадает нам копье. Ну как-то как-то так. Ну честно. Если иве куб. Можно собирать. Вполне достойно. Здесь элементы крупные. И даже моими пальцами. Здесь все нормально. То здесь. Собирать совсем неудобно. Чисто для красоты. Ложим назад. И пирамидки. Опять пирамидка MS серии. Тоже неплохая. В отличие от 4-ки, 5-ки. И пирамидка. И пирамидка. Которая визуально похожа на чименг. Но чименг у меня где-то у сына. Поэтому я ее не нашел. И достал MS. Здесь соответственно нет магнитов. Более того. Здесь нет никакой системы фиксации элементов. Ни подшипников. Ни каких-то выступов. Ничего. И вот к такому виду эта пирамидка приходит. То есть вся вот такая вот расхлябанная. Неровная. Что не очень хорошо. Вот так они рядышком смотрятся. Ну и давайте соберем и то и другое. Ни в том, ни в другом я не особо мастер. В каких-то пирамидках. Но я думаю, что пока я буду тестировать вот эту пирамидку, мой уровень немножко подрастет. Так. Обычная. И пробуем маленькую. Здесь вот элементы, наверное, самые маленькие. На трешке и то они крупнее. Поэтому неудобнее всего что-либо делать. Я уж явно не буду на этих головоломках крутить там сотню сборок, чтобы их тестировать с ними. И так все понятно. Делаем пиф-пафы. Так. Что у нас тут? Да. Пирамидка, ну из-за того, что она чуть быстрее собирается, чем трешка, дискомфорта меньше. Но элементы очень маленькие. Собирать неудобно. Но, как брелок, как украшение для чего-то, для ключей, вполне достойно. То есть сделано более-менее качественно. Но я бы, конечно, добавил какую-то маломальскую систему фиксации. Пусть магниты, пусть там какие-то хоть какие-то фиксаторы. Было бы чуть-чуть поприятнее. Так, вполне жизнеспособная головоломка. Из всех трех наиболее удачная это Иви. Он как-то покрупнее остальных. Ну, всего лишь так, раз в полтора меньше оригинала. И вращается удобно. Это трешка. Если пальцы поменьше, то еще куда не шло. Хотя вот так вот заедает. Ну, это явно не для сборки. И пирамидка тоже чисто для красоты. То есть из всех жизнеспособный, полноценный, все-таки, наверное, только Иви. А остальные и так. Больше для эстетики. На предыдущем кадре головолом почти не видно, поэтому сейчас укрупнил, чтобы мы могли на них посмотреть вместе. Рядом с своими прототипами. Вот они такие. Покупать не рекомендую, если вы хотите ими собирать. Ну, кроме Иви. А для красоты, да, можно. Стоит дешево, вполне доступно. Подарить кому-то как сувенирчик вполне можно. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.